Приветствую вас, давайте начнем с того, что ваш мужчина, он хороший, он хороший, у него есть своя позиция, у него есть свое мнение, у него есть свое представление мира, у него есть свои желания, свои потребности, у него есть единый стандарт, он говорит, что дружеская беседа наедине это измена, сам никого к себе не подпускает, то есть справедливо, это справедливо, а то обычно, по крайней мере, довольно часто случается так, что мужчина от девушки требует, требует чего-то, да, а сам этого не делает, но это всегда вызывает возмущение и неуважение к такому человеку, нельзя требовать чего-то, да, от кого-либо, если сам этого не соблюдается, этого не делает, хотя варианты могут быть разные, но решите об этом, значит, ваш мужчина, он хороший, он хороший, он для себя справедлив, у него, как бы, есть свои ценности, и это здорово, но, вы знаете, какая есть проблема во всем этом, а правда проблема во всем этом такая, что мужчина почему-то, имея, в общем-то, это справедливое отношение, ну, к себе, да, требует от вас того, чтобы вы отвечали ему за имущество, то есть он именно требует от вас взаимности, и вот это уже не есть хорошо, смотрите, взаимности, взаимности требовать нельзя, если он, например, никого не подпускает к себе, если он никого не, там, впускает в свое личное пространство, это его личное тело, это его выбор, не пускает молодец, но возникает резонный вопрос, а если вы, вот вы такой человек, что у вас и работа, да, получается, связана с командировками и с общением с людьми, и вообще вы не уверены, что стоит закрывать общение, да, потому что, ну, все-таки, пообщаться хочется, да, и знакомство, ну, и вообще для вас это, как я понял, важно, и вот плохо то, что мужчина требует от вас, какого, вот, знаете, прямо следованию своим взглядам, следованию своим ценностям, вот это плохо, и вы знаете, правда заключается в том, что мужчина, мужчина, может какую-то девушку сделать счастливой, вот он действительно может это сделать, какую-то девушку счастливой сделать, он сможет, но определенно не вас, определенно не вас, он сможет сделать счастливой, почему? Потому что дело не в том, что вы разные, это на самом деле не столь принципиально, что вы разные, дело в другом, дело в том, что мужчина пытается вас обезличить, и вот именно то, что он пытается вас обезличить, является самым скверным в этой ситуации, потому что никому не подволено, кого-либо обезличить, это не в правильных принципах, далее, далее вы описываете такую ситуацию, ну, на мой взгляд, не то, чтобы прямо в такую важную прямо ситуацию, но, тем не менее, довольно такую знаковую, вы говорите, разный статус семей, и слабо я представляю как-то их знакомство, здесь вот на, как-то вот, на передний план выступает то, что вы, как бы, допускаете возможность значения социального неравенства между вами. Я понимаю, что сейчас, может быть, говорю довольно такую сложную вещь, но, поймите, люди могут быть действительно разных социальных статусов, разных уровней, благосостояния и прочее, прочее, прочее. Но, как бы там ни было, если люди друг друга любят, люди хотят быть вместе, то, по большому счету, разве это важно, что у вас разный социальный статус? А семья? Да, как вы говорите, что слабо представляете знакомство с семьей. А какая вам разница, как будет происходить это знакомство? Ну, познакомиться с семьей, ну, и что дальше? Семьи познакомиться, увидят друг друга, там, ну, вот, как это сказать, один раз, да? И все, посыть это дело. Они увидят друг друга один раз, и все, больше не нужно. Вы же, в конце концов, встречаетесь и общаетесь со своим парнем, а не с ними. Так почему я этот вопрос поднял именно, эту тему, точнее, поднял к вопросу. Почему вы придаёте такое значение тому, значит, значит, почему вы придаёте такое значение тому, что у ваших семей разные социальные статусы? Для вас это почему значение имеет? Это может стать проблемой и в будущем. Ведь вы же когда-то с этим молодым человеком любили друг друга и хотели быть вместе. Когда-то с этим молодым человеком вы, наверное, чуть ли не планировали жить с семьей, верно? А сейчас у вас уже имеются проблемы. Так что, этот момент я бы вам рекомендовал бы продумать как следует. Этот момент я бы рекомендовал вам как следует бы продумать продукцию. Значит, следующее, о чём я хотел бы вам сказать. Значит, если мы с вами определяем, что молодой человек, в принципе, хороший и может сделать счастливой девушку, но не вас, ну, так уж вот получилось, что, как говорится, поделать, то это нужно просто-напросто принять. И если молодой человек требует от вас чего-то, значит, что для вас неприемлемо, то, что, простите, пожалуйста, но это не уйдёт. Молодой человек, являясь уже сформировавшейся личностью, будет требовать от вас на полном, в общем-то, основании, он будет требовать от вас, чтобы вы делали то, что он считает нужным. Потому что, по его мнению, девушка должна, понимаете, по его мнению, девушка должна, она должна соответствовать определённым условиям, должна соответствовать определённым стандартам. И если она не соответствует, то будут возникать эти ссоры. И вам, по сути дела, вам постоянно, как вы правильно сказали, придётся жить в стрессе. А вы этого, естественно, не хотите. И это тоже совершенно нормально. Поэтому, значит, решение о том, значит, что вам, собственно, делать, как вам, собственно, поступать и так далее, конечно же, принимать вам и только вам. Я надеюсь только, что вы решите для себя, вот, просто, ну, как, поймёте для себя, значит, постарайтесь увидеть для себя, значит, смотрите ли вы ради молодого человека, а он, как вы сами видите, настроен довольно-таки решительно, сможете ли вы быть для него той, с кем он хочет вас видеть. И если быть для него, вы такой не сможете, то, соответственно, и мучить себя не нужно, и лучше расставаться. В таком сопротивном случае ссоры будут постоянно. В итоге молодой человек вас обвинить, обвинить ещё и в том, что вы ему изменяли, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати говоря, по поводу молодой человек ещё, я хотел бы сказать, что его поведение, когда он, как бы, говорит вам, чтобы вы вот ни с коем не общались, и, по сути дела, постоянно вас ревнули. Да-да, поведение как раз-таки человека неуверенного в себе и довольно эгоистичного. Но либо молодой человек это осознаёт и понимает, что может вас потерять, либо вы от него уходите. Здесь, по сути, других вариантов, к сожалению, попросту нет. То есть вы можете так молодому человеку сказать, что я жить не хочу, с твоей постоянной ревности, я не хочу, чтобы ты постоянно меня ревнала ревнала по поводу и без повода. Ну, в основном, конечно, без повода. Это понятно, что без повода ревновал. Вот. Я не хочу. Поэтому либо ты что-то делаешь со своей ревностью, в принципе, он может, молодой человек, задать вопрос на вас эксперт, так же, как и вы, вот, и эксперты помогут ему решить его проблему, если он хочет, конечно, это сделать, либо вы просто-напросто с ним расстаетесь, потому что по-другому, как я уже сказал, ситуация будет только на колясо. К сожалению, потому что ревность, это существо очень-очень разрушительное и, к сожалению, если молодой человек начал ее проявлять и по, значит, ну, по привычке, по своему характеру начал ей поддаваться, а он ей именно, именно, к сожалению, предает, то это уже ему самому остановить, скорее всего, невозможно. Так показывает опыт психотерапевтической практики. Только уже вмещательство экспертов, специалистов в этой области, только это может помочь, значит, человеку выбраться из этого, по сути, по сути дела, замкнутого круга. Замкнутого круга своей ревности, своего эгоизма, своих сомнений в себе и прочего, прочего, прочего. И уже вам решать, когда вы скажете молодому человеку, чего вы хотите, а чего нет, и когда вы увидите его реакцию на ваши, значит, слова, вот уже вам в этот момент придется решать, как вы поступите. Потому что если молодой человек вас не услышит в нужный, правильный момент, то, скорее всего, к большому сожалению, он не услышит вас уже никогда. А жить с человеком, который вас не слышит, ну, сами понимаете, это очень-очень-очень-очень тяжело и, соответственно, невозможно. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, я буду рад вам помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!